Ёлочные базары работают вовсю с середины декабря. Вначале завозят сосны обычные, крымские, с длинной хвоей. Чуть позже ели, так как осыпаются они гораздо быстрее. Реализатор Ильчин продает на Алексеевке сосны уже пять лет. Рассказывает, цены в этом году решили не поднимать. 150 гривен, 180 гривен, 200 гривен, 170-180 гривен. Всегда ступаю, кому-то не хватает, я отдаю так. Мужчина вспоминает, в прошлом году торговли не было. Новогодние деревья отбирали активисты и раздавали людям бесплатно, заявляя о несоответствии в документах. Сейчас на руках у реализатора бумага от Департамента административных услуг и потребительского рынка Горсовета, а также накладные на товар. В этом году на все легально срубленные новогодние деревья выдают вот такие бумажные бирки. Проверить, откуда приехала ёлка, можно прямо здесь, на точке реализации. Для этого нужен мобильный телефон. Согласно серии и номеру, эта ёлка приехала из Кременчугского лескоза Полтавской области. Также реализаторы дают советы, как выбрать новогоднее дерево. Ветки должны тянуться вверх и хорошо гнуться, а иголки не осыпаться и пахнуть смолой. А вот желтоватая на кончиках хвоя не говорит о том, что сосна сухая. Такой оттенок она может приобрести при недостатке полива и активном солнце. Уже дома ёлку нужно хотя бы на несколько часов подержать на балконе, а затем установить в ёмкость с мокрым песком или водой. Елена Нагорная, Алексей Калмык, медиагруппа «Объектив». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова